Пусть зима будет теплой! Сеть гипермаркетов «Эконом.Мир» Пока идет Евротур, хоккеисты Новокузнецкого Металлурга не отдыхают, а продолжают тренировки. Здравствуйте, это проект «Вне игры» и сегодняшний день мы проведем вместе с Захаром Арзамасовым. Привет, Захар! Ну, рассказывай, что мы с тобой будем сейчас делать? Сейчас у нас тренировка на льду, а потом немного позанимаемся еще в зале. Ну, пойдем? Пойдем. Захар Арзамасов, российский хоккеист, защитник, воспитанник Новокузнецкой хоккейной школы. В континентальной хоккейной лиге дебютировал 13 сентября 2009 года. В домашнем матче «Металлурга» против «Витязя». Шестой сезон КХЛ начал в Ярославском «Локомотиве», а сейчас продолжает защищать честь хоккейного мундира в родном клубе, выступая под 76 номером. Поехали! Егор, ну поработаем сегодня, поработаем. Там не до микрофона будет. Ну скажи что-нибудь плохое, давай. Все, тихо. Все, тихо, тихо. Ну что, сейчас понесется, да, я думаю? Ну, рассказывай, Сань. Все знают, что ты техничный защитник, все. Сейчас, шутим, шутим. Через пару упражнений уже не до шуток. Вот это четкий пас, вот это четкий. Егор, не зря ты открытие сезона, как ты, я, понимаешь? Это все услышит, вся Россия, понимаешь? Я про твой пас так говорю. Пошути пока еще, пошути. Главное под Юру не попасть. Кто за колода? Сейчас по защите за харту нападение. Юра, Юра! Хорошо, Юрет. Давай, Егор, ну включи ножки, включи. Уор, просыпайся. Захар, просыпайся. Давай, давай, давай. Где ноги, где ноги? Сейчас шутки в сторону. Очень серьезно. От славы не уйти, понимаешь? Ты никуда не спрячешься. Я уже другой. Другой человек. Захар, ну рассказывай, как прошла тренировка? Устал мне, устал после выходных? Тренировки сейчас такие под нагрузкой, можно сказать, что тяжелые. Потому что перерыв, как бы работаем по две тренировки в день. И вчера было после выходных первая тренировка. Второй день обычно самый тяжелый. Сегодня так, наверное, и получилось, что немножко упражнения другие. Так, подустали немножко. Ну и сейчас чем будем заниматься? Получается, пойдем в зал? Ну да, сейчас все. Пойдем в зал. Там можно поработать над собой, доработать, потемниться. Каждый для себя знает, что делать после ролика. Каждый убирает сам. Захар, ну расскажи, пожалуйста, чем сейчас будем заниматься? Что ты мне будешь показывать? Какие упражнения? Вот это простое. Положишься на спину. Ногу отсюда. Ах, так, спина, позвоночник расслабляет. Ты издевается вообще опять надо мной? Я не смогу, я не буду делать, я отказываюсь. Я отказываюсь, я не... Подожди, ложишься на спину. И ногу просто вот любую, другую ногу. Ну и как бы так чуть-чуть полежать. У меня ног свело. Левую. Слушай, реально, она тянет. Вот в районе, это, вот, икроножной мышцы она тянет. Ну там это, значит, неправильное упражнение. Я даже так не смогу здесь. Как? Вот так? Да ладно. Да ладно. Ты че, это же? Ну, втори садятся, я так не смогу, конечно. Да ты че, это же, по-моему, самое простое. Вот так. Ну, да ладно. Ну, конечно, польза будет. А вот так еще стук не можно вывернуть. Полностью положить. А еще потом вот так, оп, и назад лечь. И вот так полежать. Вот это, да, хорошо кто-то поменит, конечно. Застяшка. Я хоть что-то умею. Я выиграла его сегодня в одном упражнении. Обычно после льда можно потянуться, чтобы мышцы расслабились, немножко остановились. В принципе, больше. Ну, кто-то велик крутит, ну, кому как. Каждый знает, что ему нужно. Ну, потянешь. Ты думаешь, что у меня должно получиться, да? Ну, я выберу попроще, как бы, про лень. То есть ты решил меня все-таки пощадить, да? Хоть, хоть чуть-чуть. Ну, как бы тянешься, ноги тянешься. К ноге, ты? Ага, я-то не тянешься. Я-то вообще не могу. Хорошо, ну, как-то. У меня такое впечатление, что у меня сейчас вот здесь что-то оторвется. Многие спортсмены делают однотипные упражнения. Просто у каждого из спорта свои какие-то специальные упражнения. Но я думаю, некоторые из них они в каждом из спорта встречаются. Миша Анисин, он поет. Костя Барулин, он танцует. А вот чем вот ты вот можешь удивить болельщиков, именно если не игрой? Да, я вообще скромный человек. И я, как бы, не люблю даже так особо внимание. И там даже фото, даже интервью давать, как бы, такое. В принципе, много новых людей, много игроков. Остались и старые ребята, которые в том году были. Конечно, я рад приехал. Можно сказать, в семью вернулся. И намного стало проще в плане всего. В плане хоккея потихоньку начинаю возвращаться. После много пропустил игры. С тонненько вышел. Сейчас потихоньку, по-моему, вроде бы. Все нормально все. Все самые интересные и свежие новости вы сможете узнать, набрав в адресной строке браузера 3w.sport.nk.ru Будьте в курсе всех спортивных событий Новокузнецка. Смотрите проект «Не игры» на спортивном портале Новокузнецка.